Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Прежде всего, я хотел бы выразить признательность организаторам Конгресса за возможность выступить. Перед вами большое спасибо. Кстати, вот это изображение, с моей точки зрения, могло бы служить иллюстрацией к блестящему выступлению профессора Тюрина, который говорил о ангиинвазивном характере поражений при аспергилезе легких. Вы можете видеть тромб в сосуде, содержащий огромное количество гиф-грибов аспергиллоз. И надо подчеркнуть, вот этот активный процесс поражения, который характерен для инвазивных микозов. К сожалению, данные заболевания практически всегда заканчиваются летальным исходом, если мы не проводим эффективное лечение. Как же нам справиться с этими смертельно опасными заболеваниями? Надо сказать, что в нашей стране было кое-что сделано для того, чтобы стандартизировать процесс диагностики и лечения. По крайней мере, в последние годы мы выпустили несколько национальных рекомендаций по диагностике и лечению инвазивных микозов. Ну или в некоторых рекомендациях хотя бы часть касалась данной проблемы. И, кстати, они находятся в свободном доступе в интернете, их сравнительно легко найти. Если говорить о международных рекомендациях, я бы остановился только на двух. Галина Александровна Клясова уже упоминала рекомендации Европейской конференции по лечению инфекции у больных лейкозом, которые у нас называются ЕСИЛ-3. В прошлом году они были опубликованы. И также их можно найти в свободном доступе в интернете на сайте EORTC, к примеру, или Лейкемия.нет. И в этом году были опубликованы рекомендации Европейского общества клинических микробиологов и инфекционистов по диагностике и лечению кандидоза. Они тоже доступны в интернете на сайте ЭСКМИД. При подготовке наших рекомендаций и в тех случаях, когда создавали международные рекомендации, использовали стандартные критерии силы рекомендации, качество доказательств. Я уверен, что вы их хорошо знаете. Тем не менее, чтобы мы говорили на одном языке, я позволю себе их напомнить. Рекомендации уровня А – это однозначно рекомендовано, Б – умеренно рекомендовано, С – применение возможно, Д – не рекомендовано, А1 – однозначно рекомендовано, согласно результатам, по крайней мере, одного рандомизированного клинического исследования. Три – это мнение экспертов. Очень важно, чтобы врач представлял, Насколько вероятно развитие инвазивных микозов в тех или иных группах пациентов. Галина Александровна и Игорь Евгеньевич уже говорили о тех группах гематологических или онкогематологических больных, где высока вероятность развития инвазивных микозов. Конечно, это острый миелоидный лейкоз в период индукции ремиссии. Это, конечно, трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток при развитии реакции трансплантат против хозяина. Конечно, это трансплантация легких. Но вот эта сравнительно современная классификация говорит о том, что при трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток риск развития инвазивных микозов низкий. Вероятно, это так. Но очень важно знать наши собственные локальные данные. Когда мы в нашем центре детской гематологии и трансплантологии проанализировали ситуацию, мы увидели, что у рецепиентов трансплантатов гемопоэтических стволовых клеток, а мы проанализировали более 350 пациентов, риск развития инвазивных микозов 19%. Естественно, у рецепиентов аллогенных трансплантатов риск развития выше 23%, но у больных после трансплантации аутологичных клеток он также очень высокий, 11%. Потому что в нашем центре лечатся чрезвычайно тяжелые пациенты, предлеченные 30% из которых получали эмпирическую терапию противогрибковыми препаратами или лечение доказанного инвазивного микоза. И когда мы проанализировали и теологию грибковых инфекций, то наши данные в значительной степени были похожи на данные, полученные профессором Клясовым. Основная проблема у больных после трансплантации это инвазивный аспергиллез, который составил более 80%. Инвазивный кандидоз от 10% до 15%, зигомикоз несколько реже, и мы, к счастью, относительно редко встречаемся с развитием криптококкового менинга энцефалита. Поэтому начнем с инвазивного аспергиллеза. Несколько лет назад мы создали регистр в Санкт-Петербурге, в настоящее время в регистре более 400 больных, преимущественно это взрослые, преимущественно мужчины, мы пользовались стандартными критериями диагностики ОРТС, и вы видите, как быстро развивается ситуация в нашем городе. Я думаю, что мы не являемся исключением. Может быть, нам удалось в большей степени наладить диагностический процесс, поскольку Санкт-Петербург, в отличие от Москвы, город маленький. И у нас, ну, относительно это просто. Если совсем недавно мы видели несколько случаев инвазивного аспергиллеза, то теперь уже больше сотни мы видим в год сами. Мы включали в наш регистр только тех пациентов, которых мы консультировали. И, естественно, это заболевание развивается преимущественно у пациентов с максимальной иммуносупрессией, то есть это онкогематология и трансплантация аллогенно-гемопоэтических стволовых клеток. Но при этом есть и пульмонологические пациенты, и больные негематологическими опухолями, и ревматологически больные, особенно получающие современные биологические иммуносупрессоры. Галина Александровна в своем замечательном докладе говорила о этиологии инвазивного аспергиллеза в их центре. Наши данные более или менее похожи. И, несмотря на то, что чаще всего мы выявляем аспергиллез фумигатус, другие грибы этого рода составляют больше, чем половину. Однако это существенно не влияет на чувствительность, по крайней мере, пока не влияет на чувствительность этих возбудителей к противогрибковым препаратам. Мы участвовали в таком международном исследовании СКЕ, и большинство возбудителей чувствительно к современным применяемым противогрибковым препаратам азолова ряда. Извините, пожалуйста. Я не буду говорить о диагностике, об этом блестяще сказала профессор Клясова. Безусловно, основой является компьютерная томография, особенно в режиме высокого разрешения, и тест на галактоманан. Потому что, ну, по крайней мере, у нас стандартные микробиологические исследования, которые очень важны, безусловно, не играют существенную роль в диагностике по сравнению с сирологической диагностикой с помощью теста Плотелия Аспергиллус. Перейду к лечению. Очень важное обстоятельство, на которое я прошу вас обратить внимание. Лечение должно быть начато максимально рано, до завершения диагностических мероприятий. Что я имею в виду? Если мы видим у больного с факторами риска, характерными клиническими признаками, характерными изменениями на компьютерной томограмме, признаки, позволяющие думать о инвазивном аспергиллезе, после получения биологических субстратов, необходимо начинать направленную терапию. Потому что о результатах посева вам скажут через 5 дней. А это может быть критический срок для больного с тяжелой иммуносупрессией. И в этой связи, конечно, тест на галактамонан дает нам выход, потому что ответ мы получим очень быстро при хорошо организованной работе лаборатории. Уровень рекомендации А1 однозначно рекомендован. У нас есть 10 препаратов для лечения инвазивных микозов. Не все их можно использовать для лечения инвазивного аспергиллеза, поскольку флуконазол, как вы знаете, не активен против мицелиальных грибов, в том числе грибов рода аспергиллез, равно как и флуцитозин. И о активности этих антимикотиков я уже сказал несколько слов. Я хотел бы сказать еще и о безопасности. Наиболее в этом смысле уязвимым является обычный амфатрицин B, который является высоко токсичным препаратом. И вы видите, что в исследованиях по эмпирической терапии, в которых были вовлечены более или менее сопоставимые группы больных, до 20% пациентов, получавших амфатрицин B, были вынуждены отменять препарат из-за токсичности. Наименее токсичными являются и хинокандины, в частности, каспофунгин. В этой группе отменяли только у 5% пациентов. Что-то у меня не получается. Современные рекомендации по лечению инвазивного аспергиллеза выглядят следующим образом. Я прошу вас обратить внимание на три обстоятельства. Препаратом выбора во всех рекомендациях является вариконазол, уровень рекомендаций А1. И современные рекомендации говорят о том, что использование обычного амфатрицина B нецелесообразно. И для стартовой терапии не стоит применять комбинации. Если говорить о лечении инвазивных микозов при неэффективности стартовой терапии, то здесь уровень рекомендаций не такой высокий. Преимущественно B можно использовать липидные амфатрицины B, позаконазол. Вариконазол в тех случаях, когда они применяли его в качестве стартовой терапии или каспофунгин. И мы можем использовать комбинации, причем лучше применять препараты, действующие на различные мишени, например, сочетание каспофунгина с липидным амфатрицином B или каспофунгина с вариконазолом. С чем могут быть связаны неудачи при стартовой терапии или при вообще лечении инвазивных микозов? Причин может быть много, но я прошу вас обратить внимание на одно обстоятельство. Лекарственные взаимодействия. Они могут сопровождаться не только повышением токсичности тех или иных препаратов, но и снижением концентрации антимикотиков. Существует большое количество препаратов, действующих на азоловые преимущественно антимикотики, что сопровождается снижением концентрации противогрибковых средств в плазме крови, в тканях и, соответственно, снижением эффективности этих препаратов. Это обязательно следует учитывать. Ну а как выглядит ситуация в реальной жизни? Мы, к сожалению, до сих пор нередко вынуждены по тем или иным причинам использовать амфоторицин B, но я обращаю ваше внимание, что, в общем-то, мы включили в наш регистр пациентов, начиная с 1998 года, а тогда еще у нас не было современных противогрибковых препаратов. В последние годы мы все чаще используем те препараты, которые рекомендованы современными обществами, разработавшими рекомендации, о которых я уже говорил. И вы видите, что до 80% пациентов вынуждены использовать два и более препарата. Надо сказать, что мы проанализировали факторы, которые могут влиять на вероятность успеха в лечении инвазивного аспергиллеза и выявили, что прогностически неблагоприятным является диссиминированный процесс, это очевидно, неконтролируемая бактериальная и вирусная инфекция, наличие печеночной недостаточности, в то время как благоприятными прогностическими факторами были хирургическое удаление очага инфекции, вторичная профилактика, а также использование вариконазола, что совершенно достоверно повышало выживаемость пациентов. И это я, если кто не узнал. Я обращаю ваше внимание на то, что грибы, так же, как и культуристы, любят стероиды. Стероиды не только ослабляют иммунный ответ, они стимулируют рост грибов. Поэтому, если у вашего пациента инвазивный аспергиллез, пожалуйста, попытайтесь снизить дозу глюкокортикостероидов или отменить эти препараты. И когда мы проанализировали результаты лечения, мы увидели, что, в общем-то, нам удалось добиться некоторых успехов. Это месяцы. Я позволю себе напомнить, что 87% этих больных – это гематологические больные или больные после трансплантации. То есть это очень тяжелые больные. И, по крайней мере, раннюю ледальность нам удалось снизить 2,5 раза. Я считаю, что тут нам есть чем гордиться. Прошу прощения. Инвазивный кандидоз. Здесь ситуация совершенно иная. Преимущественно это пациенты отделения реанимации интенсивной терапии. Гематологические больные составили 13% в этой когорте. Спектр возбудителей чрезвычайно широк. В нашей группе грибы кандидоальбиканс составили 33%. И в данной группе больных существенное значение имеет резистентность возбудителя к противогрибковым препаратам. На мой взгляд, это связано с совершенно неоправданным профилактическим применением флуконозола. И в результате это данные крупного исследования ArtemisDisk в России. Более 10 тысяч изолятов. Каждый четвертый изолят, выделенный в отделении хирургической реанимации хирургии и в онкогематологии. Почти такие же данные отличались сниженной чувствительностью к флуконозолу. И надо сказать, что по мере развития событий, по крайней мере в Санкт-Петербурге, мы видим снижение чувствительности возбудителей к флуконозолу. Это исследование, которое провела группа Галины Александровны Клясовой. Вы видите, что каспофунгин отличается высокой активностью против возбудителей инвазивного кандидоза. Одно лишь упоминание о диагностике инвазивного кандидоза. Я обращаю ваше внимание, что вероятность выделения грибов пропорциональна количеству крови, которую мы сеем. И современные рекомендации говорят, что в сутки мы должны сеять у взрослого не менее 60 мл крови. Мы очень часто не выполняем эти рекомендации. Лечение инвазивного кандидоза на примере кандидемии. Это наши национальные рекомендации. Мы всем рекомендуем удалять заменой внутрисосудистый катетер при выявлении грибов при посеве крови. Европейские рекомендации говорят о том, что удаление катетера, правда, здесь уровень рекомендаций несколько ниже показан. Но если катетер не удаляют в течение первых 48 часов, рекомендовано назначение хинокандинов, поскольку они действуют на возбудители, в составе биопленки на катетере, в отличие от азольных антимикотиков. В наших национальных рекомендациях подчеркивается, что противогрибковые препараты должны быть назначены в течение первых 24 часов после выявления грибов из крови и других стерильных в норме субстратов. Позднее назначение только при повторном выделении грибов достоверно увеличивает летальность. Это очень важное обстоятельство. Назначение антимикотиков происходит в зависимости от нескольких факторов. В зависимости от состояния пациента, если больной у нас гемодинамически нестабильный, если вид грибов кандида не определен или ранее профилактически и эмпирически назначали азолы, рекомендованный хинокандин, в частности в рекомендациях каспофунгин. Флуканозол мы можем назначать после стабилизации состояния пациента, если возбудитель чувствителен к этому препарату или вид грибов соответствует высокой вероятности чувствительности, и флуканозол не использовали раньше. А вариканозол мы назначаем в сходной ситуации, но если возбудитель и резистентен к флуканозолу. Амфоторицин при непереносимости или недоступности других антимикотиков. Ну и рефрактерный инвазивный кандидоз, неэффективность стартовой терапии. Здесь подчеркивается в наших рекомендациях, что важно учитывать вид и чувствительность возбудителя, локализация, состояние пациента, фармакокинетику и фармакодинамику, препараты, лекарственные взаимодействия. Очень важно попытаться удалить источник инфекции и очень важно уменьшить выраженность иммуносупрессии. Что говорят современные европейские рекомендации? Они говорят, что если мы выделяем грибы кандида при посеве крови или у больного есть повод для эмпирической антифунгальной терапии, необходимо назначать противогрибковые препараты. Не рекомендованы амфотрицин B, траконозол и позаконозол, а также комбинации антимикотиков. Однозначно рекомендованы эхинокандины у нас. Пока всего два эхинокандина, это каспофунгин и микофунгин. Умеренно рекомендован с уровнем B1 липосомальный амфотрицин B. У нас, к сожалению, его нет, или вариконозол. И возможно применение с уровнем рекомендации С1 флуканозол или липидный комплекс амфотрицин B. И в дальнейшем назначение препаратов зависит от состояния пациента. Если через 10 дней состояние его стабильное, если изолять чувствителю к флуканозолу и возможен пероральный прием, то мы можем перейти на применение флуканозола. И очень важно в процессе лечения продолжать сеять кровь. Очень важно исключить развитие эндофтальмита и эндокардита. И продолжительность лечения не менее 14 дней после купирования кандидемии, исчезновения клинических признаков и отрицательного посева крови. Ну и наконец, я хотел бы с вами поделиться одной историей, которая началась летом прошлого года. Больная 1956 года рождения. В июле прошлого года заподозрили новообразование левой молочной железы. В августе выявили лейкопению и тромбоцитопению. Ей была проведена модифицированная радикальная мастектомия слева. Как потом оказалось, это не было опухолью молочной железы, это был лейкемид. После этого рана заживала плохо. Чуть позже развилась панцитопения, был выявлен острый миелоидный лейкоз и начато лечение по стандартной схеме 7+. Вскоре после завершения цитостатической химиотерапии развился субфибрилитет, а далее события стали развиваться чрезвычайно быстро. На следующий день более плотная инфильтрация в области послеоперационной раны. Начата терапия миронемом и миропенемом и флуконазолом. На следующий день уже сильные дергающие боли. Появилось черное пятно в области послеоперационной раны. На следующий день повышения температуры тела к лечению добавлен ванкомицин, но ситуация не улучшалась и рана выглядела уже вот таким вот образом. Еще через 3 дня рана выглядела вот так. Это был понедельник. К нам доставили в институт материал. Да, кстати, на компьютерной томографии ситуация выглядела таким вот образом. Нам доставили материал и мы увидели так называемый грубый несептированный мицели, который ветвился под прямым углом. На следующий день мы получили в культуре возбудителя мукормикоза или, как раньше говорили, зигомикоза. Надо сказать, что с этим заболеванием, который, на наш взгляд, является наиболее тяжелым грибковым осложнением, мы встречаемся все чаще и чаще. Гематологические пациенты составляют более половины таких больных. Мы проанализировали этих больных и выявили такое любопытное обстоятельство. Почти у половины больных мукормикоз был выявлен на фоне или после инвазивного аспергиллеза. Таким образом, глубоко уважаемые коллеги, если вы встречаетесь с рефрактерным, к стандартной терапии, инвазивным аспергиллезом, вспомните, что это может быть сочетание с мукормикозом. Локализация преимущественно легких у гематологических больных, но у 44% пациентов развивалась диссеминация. Ну и, наконец, и теология. Вот такие возбудители чаще всего. Надо сказать, что это полирезистентные грибы, которые не чувствительны практически никаким противогрибковым препаратам, кроме позаконозола и амфоторицинапы. Совсем недавно была опубликована статья, где проанализировали 230 больных мукормикозом в Европе. Мы участвовали в этом исследовании. В результате исследования было выявлено, что этих пациентов необходимо не только лечить противогрибковыми препаратами, активными против мукормицетов, но и обязательно хирургически удалять пораженные ткани. В этом случае летальность составила 24%. Если только лечить антимикотиками или только хирургическое лечение, около половины больных выживает в течение трех месяцев. Если не лечить, в течение трех месяцев 95% погибает. Это препараты, с помощью которых мы пытались победить мукормикоз в Санкт-Петербурге у гематологических больных. Чаще всего позаконозол, амфоторицин-Б. Мы достаточно часто использовали комбинации амфоторицин-АБ с каспофунгином. И часть больных получала липидные амфоторицин-АБ. Что происходило с этой пациенткой? Ей был назначен обычный амфоторицин-Б-Д-оксихолат. Причем мы использовали максимально возможные дозы препарата, стимуляторы гранулоцитопоэза. И она у нас быстро ответила на лечение. Уже на следующий день была нормальная температура тела на КТ. Мы не выявили новых очагов. Вот так выглядела зона поражения. Вы видите, что произошла консолидация процесса. Еще через день хирургически удалили некротизированные ткани 25 на 15 см. Восстановился лейкоцитопоэз. Не было, к счастью, токсичности амфоторицин-АБ. И к лечению был добавлен каспофунгин. Вот так выглядела ткань после хирургического удаления. Это типичная гистологическая картина мукормикоза. Однако уже через день после хирургического удаления на поверхности раны мы вновь увидели мукормицеты. И нам пришлось, кроме применения системных антимикотиков, пользоваться и местными противогрибковыми препаратами. Потребовалась повторная некоторая эктомия. Были удалены фрагменты ребер. Вот так вот выглядела ткань через 2 недели после операции. Мы продолжали комбинацию амфоторицин-АБ с каспофунгином до заживления раны. После чего удалось провести трансплантацию кожного лоскута. После этого больная перешла на применение позаконозола перорального стандартной дозировки. Была достигнута ремиссия мукормикоза и сохранялась ремиссия острого миелоидного лейкоза. Вот так вот выглядела рана в декабре. Это уже не рана. После чего было проведено 4 курса консолидации ремиссии под применением позаконозола для профилактики рецидива. И в настоящее время у пациентки как ремиссия острого лейкоза, так и ремиссия зигомикоза. Однако этой больной повезло. А, да, ну вот так вот ситуация выглядела в январе. Я благодарю вас за внимание.